Пыль и мусор на улицах не единственное, что беспокоит кировчан. Жители Нововятского района возмущаются работой общественного транспорта. Пассажиры рассказывают, что автобусов приходится ждать по 40 минут и дольше. Будут ли решаться проблемы с транспортом в Нововятске, выясняла Екатерина Кудрина. Добраться от работы до дома и обратно – настоящее приключение. Жители Нововятска в последнее время регулярно публикуют жалобы на общественный транспорт. В первую очередь они касаются 46-го и 87-го маршрутов. По словам горожан, особенно непростая ситуация утром или вечером. Чаще всего в автобусы просто не попасть, либо из-за большого количества пассажиров, либо из-за длительных интервалов между рейсами. Главная проблема – нарушение интервала работы общественного транспорта. В утренние часы уехать из Нововятска очень сложно, ведь, по словам местных жителей, автобусы здесь ходят не по расписанию. Автобусы приходится ждать от 40 минут и дольше, говорят пассажиры. Кировчанка Вера Копысова рассказывает, бывает и так, что автобусы проезжают мимо остановок, поэтому приходится ездить с пересадками или толпиться в 103-м, которые едут из Кирово-Чепецка. Выручает, конечно, нас очень 103-й маршрут, который идет из Кирово-Чепецка, потому что он идет по расписанию, несмотря ни на какие там на переезде остановки. 103-й автобус забирает, можно сказать, всю выручку с городских маршрутов. Кировчанка предлагает создать новый маршрут, который смог бы разгрузить пассажиропоток в 16-м, 46-м и 87-м маршрутах. Однако это вряд ли произойдет. В компании Кировпассажир Автотранс заявили, что сейчас ситуация с автобусами непростая. Помимо нехватки кадров, недостаточно и самого транспорта. С началом садоводческого сезона многие машины были перенаправлены на иногородние маршруты. Порядком где-то 12 машин ежедневно мы дополнительно ставим на садоводческие маршруты. Есть районные маршруты, где мы обслуживаем одна машина, и она приходит только раз, два, три в день. Поэтому, если мы не дадим, эти жители этих населенных пунктов будут просто отрезаны. В КПАД утверждают, ситуация с транспортом в Нововятске находится под контролем и заверяют, все проблемы, связанные с ним, будут решены. Однако жители района изменений решили не ждать и направили письмо президенту. В послании они просят разобраться и с графиком движения автобусов, и с новыми тарифами на проезд в общественном транспорте. Екатерина Кудрина, Алексей Зырянов, Светлана Гудименко, Бюро новостей Давича.